сегодня у нас настал час x когда я начинаю новый процесс у меня для этого все есть у меня есть ткань это гамма 18 каунта я покупала ее в магазине леонардо кусок большой вот метр пятьдесят на метр ну естественно мне это много я буду ее сейчас отмерять и отрезать сколько мне понадобится у меня для этого собраны все ниточки полностью вся палитра это то что у меня было вот это плюс вот здесь вот dmc в моточках того чего мне не хватало я докупила с х с вот такие с двумя бирочками ну с х с не так уж и много получилось вот остальное все вот вот это dmc и вот это новые моточки тоже dmc так нитки есть канва есть пяльца я купила вот такие это тоже гамма вски мне нравится у меня таких уже было несколько штук они ломаются иногда когда я люблю барабанную натяжку сильно затягиваю и внутреннее кольцо трескается но ничего посмотрим если нет я сейчас попробую начну может быть даже вот пока на маленьких прям на маленьких нурки хотя у меня есть и побольше но мне идет посылочкой там будет то что мне надо мне идет посылочка там будут иголки там будет органайзеры там будут еще одни пяльца нурки но другие уже квадратные которые сейчас популярны очень но у меня таких не было не пробовал не знаю вышивать мы с вами будем вот этот сюжет это сюжет наташи пышнограевой домик с сиренью это все сирень цветет у меня есть поначалу я купила схема в pdf она была распечатана но так как я все не могла собраться ее начать вышивать тут вдруг пошла повальная у нас любовь к саге я долго долго к саге примирялась и начала с хаеда перешла постепенно на сагу и потом у наташи попросила хотя схему давно покупала попросила и наташа выслала любезно мне бесплатно естественно файл для саги поэтому вышивать я буду не по этой схеме а по саги но все равно цветную я вам сейчас картинку вставлю превью этой работы работа такая очень прям мне нравится красивая умиротворяющая деревня мне все нравится здесь и стол с самоваром девушка читающая книгу дом ее берег реки церковь там ночи красивый такой прям и вид пейзаж и не знаю как назвать значит здесь у нас 69 цветов вот я когда отмеряла все это так вот на двух листах вот еще окончание так 69 цветов и сейчас посмотрим сколько тут у нас так 1 2 3 4 4 бленда 69 4 бленда остальное все чистые цвета все собрано и ничто мне не мешает начать эту работу для этого я сейчас начну отмерю канву посмотрим какой размер получится этой работы она у нас идет 400 на 297 стежков крестиков но это увидите на четырнадцатом каунте такая такой размер у меня 18 кант естественно будет меньше размер наталья пышнограева домик сиренью все все здесь есть так что сейчас я расчищу отмерю отрежу сколько мне надо кусочек канвы покажу вам чтобы нам прикинуть какой-то будет размер готовой работы примерно ну и начнем и так девочки мальчики все разлинувала я канву вот оно получается у нас 400 на я конечно полностью не стала все разлинувать не столько не надо 400 на 297 вот получился вот такой кусочек на диване так вот моя рука но чтоб я не знаю как-то смирить да конечно меньше чем хаяц но примерно наверно как что камера мне не фокусируется примерно наверно как теплое местечко размером не там поменьше там 300 чем-то на 200 ну в общем все равно не так уж это и много получилось на 14 камера много было бы больше но вот такой вот кусочек и сейчас я поставлю пяльца и приступлю начну наверно с маленьких пялец мне небольшой кусочек надо будет сделать ну как всегда норма будет две две с половиной тысячи ну вот все канву запялила подвернула все лишнее маленькие пяльца вот такие отдела самые маленькие пяльца у нурги потому что вышиваю кусочком 5 на 5 две с половиной тысячи и как раз у меня тут раз два три 4 5 раз два три 4 5 и не уйду в лишнее и приступаю ну вот показываем результат одного моего вечера вот так выглядит сейчас небольшая россыпь крестиков но главное начало положено это верхний левый угол там у нас дерево все сюда картинку ставлю поближе саму картинку поближе так скажем место этого участка то есть тут дерево пока у меня тут коричневый темно-синий вот зелененькие пошли цвета то есть все все в норме даже немножечко вот тут вот было несколько крестиков бленд голубой ура ура я начала я прям ну такая радостная и вы знаете вот эти самые маленькие пяльчики ну чё они тут вот меньше свою ладошку да очень даже удобно они удобно их держать не такие уж тяжелые и канва вроде как не мешает загнутая ну получается каждыми руками не повышиваешь приходится вышивать одной рукой но удобно мне удобно но все на этом все уже поздний вечер надо идти отдыхать встретимся в следующем моменте ну что показываю вам результат трех моих вечеров буквально там по часу полтора я посвящал этой работе всего здесь выше то около 500 крестиков сейчас ну видео надо будет заканчивать вот так все это прекрасно получается вы помните в предыдущем эпизоде я вам показывала скрин скриншот от схемы прямо из саги сделаны что это верхний угол здесь у нас идет дерево россыпь такой ветки дерева сквозь который проглядывает небо поэтому все так выглядит прям рассыпчато рассыпчато но так оно и будет выглядеть рассыпчато ничего здесь мы такого конкретного не увидим на этом участке я по-моему это уже говорила поэтому вот получается замечательно видео такое небольшое о начале нового процесса я буду заканчивать этот процесс мы с вами увидим еще в моей вышивальной неделе так что я буду продолжать пока не закончу полностью этот кусочек 5 на 5 до 500 на 500 так скажем крестиков две с половиной тысячи пока мне все очень нравится но тут мне пришла посылочка из мира вышивки я ее буду распаковывать вышивальной недели вы увидите что здесь и там кое-что именно для организации данного процесса поэтому и все скорее может быть и с пальцами я попрощаюсь переорганизую и ниточки я наконец-то определил а то я дайте как вышиваю у меня никакие не организованы пока потому что органайзеры в этой посылке пришли я вот беру вот мне надо я беру вот видите тут уже начато там было буквально два-три крестика я взяла моток вот чуть-чуть от вытащила сколько мне надо отрезала небольшой кусочек вышила там три крестика обратно моток положила и вот так так работаю естественно это неудобно время теряется можно было за это время вышит лишний там десять крестиков поэтому еще и продвигается помедленный но ничего теперь посылка пришла сейчас переорганизую и все у меня будет красиво и удобно но это данное видео я заканчиваю так что приглашаю кому понравился этот процесс смотреть мои влоги да у меня практически не вышивальные видео получается о влоге ну вот так получается что все таки жизнь домашняя семья как бы дела кошка ребенок конечно для меня важнее чем вышивка как бы я ее не любила но вышивка это хобби и бывает некогда я вообще не беру и не вышиваю и я к этому совершенно спокойно отношусь может где то я болею ручки чешется повышевать но всему свое время так что на этом с вами прощаюсь всем пока пока встретимся в моих следующих видео